Прежде чем мы с вами сделаем статистический анализ и рассмотрим данные карты, давайте посмотрим на виды эвтаназии, которые поддерживаются законами в некоторых странах и применяются. Эвтаназия бывает активная и пассивная. Активная эвтаназия заключается в том, что врач принимает активное участие в прекращении жизни пациента. Активная эвтаназия бывает без активной помощи врача. Врач только предоставляет для пациента либо какое-то устройство, с помощью которого пациент сам активирует действие эвтаназии, либо какие-то медикаменты, которые пациент сам лично принимает для достижения эффекта эвтаназии. Например, в Нидерландах была разработана капсула Сарка. В эту капсулу помещается пациент, который сам управляет всем процессом. Он может нажать кнопку или же если он не может двигаться, например, он парализован, он может моргнуть или сделать жест и начнется процесс. Второй тип активной эвтаназии – это когда врач прямо и непосредственно ассистирует и помогает сделать это неизлечимо больному человеку. Он вводит определенные препараты, с помощью которых достигается нужный пациенту эффект. От активной эвтаназии пассивная эвтаназия отличается тем, что врач просто прекращает оказывать поддерживающую терапию, что приводит пациента к смерти. Пассивная эвтаназия бывает добровольно, когда осуществляется по просьбе больного, который находится в полном сознании, в здравости. Или же может быть недобровольно, когда пациент находится в бессознательном состоянии. Такое решение может принято либо родственниками, либо медицинским персоналом. Так, давайте теперь вернемся к нашей карте и посмотрим статистику по странам. На данной карте мы с вами видим, в каких странах запрещена эвтаназия. Или же она легализована. В случае легализации указан год, с которого вступают в силы законы об эвтаназии. В некоторых странах эвтаназия легализована только пассивная. В некоторых странах обе эвтаназии легализованы активно и пассивно. Давайте теперь рассмотрим более подробнее. Начнем с кластера, в котором находятся страны, на ценности которых влияет учение ислама. Как мы с вами видим, что практически во всех подобных странах эвтаназия в любом проявлении запрещена. В Египте запрещена, в Ираке запрещена, в Таджикистане запрещена и в Турции запрещена. Эвтаназия не только запрещена, но есть определенные законы, согласно которых за эвтаназию есть уголовная ответственность. Например, согласно уголовного закона Турции, статья 84, любой человек, который помог совершить акт эвтаназии, будет осужден и наказан пожизненным заключением, как за обычное убийство. То есть настолько строго есть наказание. Следующий кластер включает в себя страны Южной Америки. Мы с вами здесь видим, что в большинстве стран Южной Америки эвтаназия в любой форме проявления запрещена на законодательном уровне. Например, в Бразилии, в Филиппинах запрещена. Но есть определенные страны, которые приняли законы, которые позволяют осуществлять эвтаназию, но только в пассивной форме. Например, в Мексике был принят закон в 2008 году о пассивной эвтаназии. Следующий кластер включает в себя страны бывшего Советского Союза и страны, на ценности которых оказывает влияние православное христианство. Практически во всех этих странах эвтаназия в любой форме проявления запрещена. В России эвтаназия запрещена на законодательном уровне. Согласно Уголовного кодекса Российской Федерации, за содействие в совершении эвтаназии медицинские работники могут быть наказаны лишением свободы сроком до двух лет. Эвтаназия в любой форме также запрещена в Молдавии, в Боснии. Следующий кластер включает в себя европейские страны, на ценности которых оказывает большое влияние учение католицизма. Практически во всех этих странах эвтаназия легализована на законодательном уровне. Единственное различие только в разной форме. В некоторых странах эвтаназия легализована в любой форме, в активной и пассивной форме. Допустим, эта страна такая, как Португалия, легализовала эвтаназию в 2022 году. Испания в 2021 году. В некоторых же странах эвтаназия легализована только в пассивной форме. Допустим, такая страна, как Италия, приняла закон о пассивной эвтаназии в 2019 году. И Франция в 2016 году приняла закон о пассивной эвтаназии. По данным странам следует отметить очень интересный факт. Принятие закона о легализации эвтаназии это было дело непростое. Если для примера взять Португалию, то сторонники эвтаназии вели борьбу и дебаты целых три года и в конце концов добились своей цели. Правительство Португалии легализовало эвтаназию в любой форме. Следующий кластер включает в себя также европейские страны, но только на ценности которых повлияло протестантское движение. В Швейцарии эвтаназия в любой форме была легализована в 1942 году. В Финляндии в 2001 году. В Швеции легализована в 2010 году, но только в пассивной форме. Следует заметить такой интересный факт по Швейцарии. Так как Швейцария была самая первая страна в Европе, в которой была легализована эвтаназия, это привело к тому, что появился так называемый суицидальный туризм в Швейцарию. То есть люди приезжали в Швейцарию, чтобы получить эвтаназию. И правительство Швейцарии приняло закон, согласно которому услуги эвтаназии могли оказать не только швейцарцам, но и иностранцам. Естественно за определенную плату. Прозвалось множество разных фирм, которые предлагали услуги эвтаназии. Естественно за хорошую плату. Особо хочу отметить такую страну, как Нидерланды. Эта страна продвинулась дальше других стран. В 2021 году правительство Нидерландов легализовало эвтаназию обоих типов для лиц, начиная с 12 лет. Даже Организация Объединенных Наций вынуждена была прокомментировать этот закон в Нидерландах, сделать свои рекомендации. Давайте спустимся немножко ниже и посмотрим на кластер, который объединяет себе страны англоязычные. Здесь есть серьезные различия между этими странами. Допустим, в Великобритании эвтаназия запрещена в любой форме проявления. Запрещена также и в Соединенных Штатах Америки. А вот в Канаде в 2016 году правительство Канады приняло законы о легализации эвтаназии в любой форме. Точно такой же закон приняла и Австралия в 2023 году. Ну и наконец давайте посмотрим кластер, который включает в себя страны Востока, и на ценности которых оказало влияние учение буддизма, философское учение Конфуция. Мы видим, что во всех этих странах эвтаназия не позволяется на законодательном уровне. Например, в Японии, в Китае, Южной Корее эвтаназия запрещена. Давайте посмотрим теперь на карту и постараемся понять, какие ценности в обществе приводят к тому, что правительство легализирует на законодательном уровне эвтаназию. Если мы посмотрим на ценности, которые расположены на вертикальной шкале, а это светско-рациональные ценности и традициональные ценности, то мы с вами увидим, что эти ценности не влияют на общество так, чтобы общество было готово принять и согласиться с эвтаназией. Независимо от того, в какой степени в обществе находятся светско-рациональные ценности и традициональные ценности, мы видим по всей этой плоскости, всё равно присутствует отрицательная реакция на легализацию эвтаназии. Но если мы с вами посмотрим на ценности, которые регулируются нижней шкалой, а это ценности выживания и ценности самовыражения, то здесь мы с вами увидим, что чем выше процент в обществе ценностей самовыражения, тем более вероятность того, что это общество узаконит эвтаназию. От 0,5 пункта и выше в сторону ценностей их выражения уже страны, как мы здесь видим, принимают законы о легализации эвтаназии. Когда в обществе начинаются проявляться ценности, связанные с личностью человека, что такое ценности самовыражения? Это когда человек ставит на первое место не коллектив, а свои личные какие-то проявления, личные желания. Конечно, в области законности разумного. То есть, когда в обществе начинает человек ставить свои приоритеты на первое место, нежели приоритеты, допустим, страны, семьи, коллектива, то тогда в этом обществе появляются законы, которые помогают осуществить желания человека. В данном случае легализуется эвтаназия. Следует отметить еще один очень интересный момент. Обратите внимание, что законы о легализации эвтаназии начали приниматься совершенно недавно. Примерно с 2010 года по 2023, то есть по настоящее время. Есть, конечно, исключения. Это Швейцария. В 1942 году приняли закон о легализации эвтаназии. Но начало вот этого движения началось примерно с 2000 года. Это происходит и начало происходить в странах Европы. По непонятным причинам ценности в Европе начали меняться, причем довольно-таки кардинально. Ну и в заключении хочу показать вам карту, в которой демонстрируется современная обстановка по поводу эвтаназии. Красным цветом обозначены страны, в которых эвтаназия запрещена на законодательном уровне. Темно-синим цветом обозначены страны, в которых эвтаназия разрешена на законодательном уровне в активной и пассивной форме. Синим цветом обозначены страны, в которых эвтаназия позволяется только в пассивной форме. И серым светом обозначены страны, которые еще не решали этот вопрос. То есть они на законодательном уровне не рассматривают эвтаназию. Это видео входит в состав цикл передач об изменении ценностей в современном мире. В данном цикле передач затрагиваются следующие ценности, которые претерпевают изменения. Изменение отношения в мире к авторитету Бога, религии. Изменение ценности брака, изменение методов воспитания и наказания детей, легализация ЛГБТ, легализация эвтаназии. Данные для этих видео были взяты под результатом исследования социолога Рональда Инхларта и его соавторов, которые представлены на карте ценностей мира Рональда Инхларта. О том, что такое карта Инхларта и какие обозначения применяются на данной карте и значения всех терминов, которые там есть, вы можете посмотреть в данном видео. Карта Рональда Инхларта. По каждой из этой темы созданы отдельные передачи, которые вы можете посмотреть, пройдя по ссылкам, представленные в описании данного видео. Рональда Инхларта. Рональда Инхларта. Рональда Инхларта. Рональда Инхларта. Рональда Инхларта.